здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут елена я рассказываю вам о жизни в италии вы знаете последние три дня января считаются самыми холодными в году к нам тоже зима подкралась практически совсем совсем близко вот она на холмах видите снег и эти три дня они имеют специальные названия они называются джорни де ла мейрла дни самки черного дрозда самые холодные дни в году и наше деление так быстро встрепенулась потому что мы живем по законам земледелия сельского хозяйства поэтому именно но диктует что и когда нужно делать сейчас я вам покажу сколько работы у нас тут за спиной видны все рабочие пока самые холодные дни года остановили соки в лозе и в оливковых деревьях их нужно быстро почистить и привязать вот сейчас я вам покажу разницу вот смотрите так мы пройдем по глине видите это старая лоза вот вот ее полностью обрезали видно вам да вот ее полностью обрезали все вот эти лишние старый такой вот ствол он будет давать хороший виноград вот его полностью обрезали вот все эти сейчас вам покажу а вот они все валяются на земле вот эти все длинные вороши свежие их обрезали обстригли вот а это уже молоденький вот виноградник новый посаженный с этой стороны видите вот здесь это старый кусок старого виноградника вот внизу внизу уже новый виноградник сейчас мы попробуем прийти поближе видите как аккуратно вот связали так вот это молоденькая лоза новая вот я тоже обстригли полностью все лишнее оставив только оставив только вот такие вот молодые побеги все что было по длине и все вот она валяется под ногами это делают потому что потом вот все новые ростки будут сидеть между этими двумя между этими двумя вот нитями железными вот они вырастут и тогда весь виноградник будет вот такого шпалерного вида солнце будет вот она будет отсюда бить она будет прогревать очень красиво все виноградные всю виноградную лозу все гроздья с обеих сторон и будет очень хорошее вино так потом дяденька какой-то ездит на мотоцикле на тракторе маленьком тут такие смешные игрушечные тракторы вот а вот это внизу вот это все люди которые стригут нужно успеть пока не наступило тепло и пока соки не двинулись нужно успеть все это привести я вам покажу как это потом будет красиво выглядеть летом следует... 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 Так, сейчас мы пойдем, ребята, тут к нам пришел один рабочий посмотреть, кто тут ходит и снимает. И он покажет, как они подвязывают. Мы пройдем туда, ближе к рабочим, найдем. Как ты его зовут? Франческо. Это Франческо. Где живет? Где живет? В контрагуэре. А, действительно. Он живет в контрагуэре. Это наш контрагуэрский дяденька. Право, Франческо. Грация. Окей. Кази, до, после, венгоно и не стати, после насолюдарла. Вот. Я ему сказала, что когда вы приедете к нам в гости, у нас летом очень много праздников красивых. Монтепульчано джаз и другие. Поэтому, когда приедете, вот это Франческо, его нужно салюдарить. И говорить чао, Франческо. Окей. Идем, а ведере. Это был первый год, первый год в этой жизни. А, это будет первый год, когда они будут собирать виноградник на этом поле. Но, почему, так милый, это ухо или меньше? Нет. Это первый год. В следующем году он не делает больше. Он говорит, что это первый год. Он дает мало винограда. В следующем году даст больше. Максимальное количество винограда молодой виноградник дает, когда ему 6-7 лет. И до 20 лет он же прям вот производит много-много винограда. Есть даже виноградники, которым 60-70 лет. И пью век, а девента пью бона? Вино. Это производит меньше. А. Депенда от того, как у него лапута или не лапута. А. Самые старые виноградники, они производят меньше винограда. Монжерно, ребята. А он кивой сет и ди контргуэра? Да, вифи. Вот. Это еще один. Вы посори прендеры перлативу? Си, грасьте. Вот это тоже работники, которые здесь работают. Они не из контргуэра, они из соседней деревни. Но вот они тоже помогают нам все это привязывать. Статы потанда? Нет, мы ставим интенсионы, интенсионы. А, они натягивают вот эти вот железные. А, лас-статы фачанду куи. Си, да. Си. А эти уже обрезаны, вот они натягивают вот эти железные штуки. Да вы наставили интенсионы, си? Да, вот они натягивают сильно вот эти вот провода, потому что тогда виноградная лоза растет между ними и держит. Эти провода должны выдержать вот эту всю лозу. Грация. Принято. Виноградная лоза, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Виноградная лоза, вот, приглашает нас, Франциско приглашает нас приходить каждый день. И тогда мы сможем увидеть. Вот, это только обрезанные лоза. Видите? Да. Вот он нам покажет сейчас, как он это делает. Так, вот, обрезает. Видите, здесь еще провода не натянуты. Просто отрезаны. Вот он привязывает к железному пруту. Нижнюю часть. Говорит, что нужно делать три, привязывать в трех местах. Тогда лоза остается белой, красивая. Ровненько растет. Вот, в трех местах он привязал. Дальше он ее сгибает, я так понимаю, и привязывает к первому пруту. Потом вот эти два дяденьки идут и натягивают железные штуки. А, вот как ее закручивает. Закручивает, чтобы она держалась покрепче. И здесь просто каким-то вот проводочком прикручивает. Уже не привязывает так сильно. Вот у него на шее. А, и обрезал хвостик. Белиссимо. Эль массимо. Вот, обрезал хвостик. Сейчас я дойду еще до рабочих и покажу вам, как стригут. Грации. Джентелиссимо. Чивидямо. Вот, так. К нам пришла собачка. Это местная кучела. Эй, си кучела. Эй, вот она. Красивая. Это наша деревенская собака, которая ходит и всех облизывает. Си кучела. Так, пойдем посмотрим на тех, которые стригут. Вот так вот это выглядит все. Ладно, подходить не будем, не будем пугать. А то они все остановились. Уже никто не работает. А, вот вязальщики. Этот верхний предупреждает всех. Кричит, что предупреждает всех, что оставляйте работать. Оставляйте работать всех. Рогатчи, чао. Вы можете попрендовать? Грации. Ти ведо бене, перфетто. Вот. Еще среди рабочих есть один парень цветной. Он спрашивает, видно ли его хорошо на фото, поскольку он темнокожий. Вот. Но, а вы метус у канала Руссо? Все, все нам машут ручкой. Чао-чао. Чао-чао. Си. Ясуну Элена. Пьячери, бамба, пьячери. Так, бамба. Цальвы. Ти вас репрендеры. Грации. Вот. Этого парня я вам потом покажу летом. Он у нас собирал виноградник, потому что это все работники одного предприятия. Пока я у них не спросила разрешения, поэтому это предприятие называть не могу. С этим законом о правиле жить не получается. Мон джерна, поссор репрендерла. Си. Вот. Это еще один парень. Коми си кьяма лэй? Фауста. Фауста. Вау, ке номе, Фауста. Вот. Фауста тоже привязывает вот эти все... Помните, как это второе дело? Вот так точно так же Фауста. Вот нагибает и привязывает. Только Фауста у нас привязывает в двух местах. Мимо них, мимо них, вот так вот. Так, все останавливаю. Вот, сейчас ты поссор репрендер и поссор метр и допу фарведер. Си, окей, окей. Он нам позволил его показывать. Как она, как она Руссия? Белая Руссия. Белисья Фаффреддо. Четантанелы. Ты, но ты не слышишь Фреддо? Нет, не слышишь Фреддо. Окей, браво. Аллора. Вот, вот оно так вот привязывает. Да. Си, ааа. Си. Аааа. А, эко. Вот у них на руке такое кольцо. Они привязывают. Два раза вот так вот обкручивают. Привязывают. Один раз. Второй. И потом вот так. Гранд, граци. Бамбо номер один. Си, бамбо номер один. Окей, гранде бамбо. Чао, граци. Чищенный виноградник. Вот туда, вот там вот это уже обстреженный. Видите, почищенный. А вот здесь, вот такой заросший. Это еще не чищенный. Это тот, как остался с прошлого года. Вот его нужно будет чистить. Вот это и вот это. Вот это остались два ряда, которые еще не чищены. Вот так вот. Видите, какие лохматые. Тоже их в прошлом году привязали. Потом вот лоза шла между этими двумя железными проводами. И наверх, и вот здесь вот так вот. Так. Который работает внизу. Хочу вам показать оливки. Потому что оливки тоже будут чистить. Вот так выглядят нечищенные. Видите, они растут практически как кусты. Вот полностью. Вот это все от самого низа. Вот это нечищенная, неухоженная оливка. Которая не может производить хорошие оливки. Потому что она слишком заросшая такая. Вот. Сейчас мы где-нибудь найдем кого-то, кто чистит оливки. Ну что в этот момент все все стараются доделать. Пока еще холодно. Солнце такое. Холодно, холодно. Брррр. Привет. Вот. А я еще хотела вам показать оливки. Как их чистят. Вот на таких сильных горных склонах. Куда тяжело проехать потом трактору, чтобы собирать виноград. Садят оливки. Вот она оливковая рощица. Видите, она уже почищенная. Сейчас мы подойдем ближе. Я вам покажу, как это выглядит. Так. Вот видите. Вот это еще нечищенная. Вот она такая заросшая. Это вся непонятная. А вот эти уже. Сейчас мы пройдем. Вот где лежат ветки. Вот это уже почищенные. Ими стараются формировать крону. Вот такую раскрытую. Вот видите. Вот она раскрытая. Вот максимально все обрезано. Они становятся очень такими легкими. Вот это. Видите как? Вот крона должна раскрываться наверху. Вот. Вот это молодые. Вот ее разделили на несколько ветвей. И верх точно обрезали. Верх полностью весь обрезан. Вот у этой тоже. Это тоже почищено. В общем, это не самые молодые оливки. Такие достаточно взрослые. Вот. Так. Там внизу, конечно, индустриальная зона. Ужас, ужас. Вот. Вот так вот выглядит оливковая роща. Вот так вот. Потом будет очень вкусное масло. Фух. Ладно, ребята, пойдемте. Вот. А. Не знаю, выхватит ли. Телефон слаб. Не вытягивает. В общем, там у нас старинные городки на холмах. Ну, я вам их как-нибудь покажу. Хорошей камерой сниму. Так, 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 так. А вот это уже марки с той стороны. Видите, вот какие горы у них странные. Соседи. У соседей всегда все странное. Так. Все. На сегодня все. Всех вас обнимаю. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока.